всем привет сегодня у нас на обзоре два набора ниндзяга тоже относительно маленькой цены потому что я думаю вот эти вот новые наборы легаси они как раз вот хороши для тех кто еще не застал старые старые наборы лего ниндзяга вот как раз вот для тех кто сейчас хочет начать свою коллекцию они они очень сильно подойдут начнем наверное с кула закончим каем ну и переходим к наборам вначале рассмотрим сами постройки эту тоже рассмотрим только попозже как раз фигурками ну рассмотрим вначале самый маленький это получается такой мангальчик затухший сделанный из одноцветных деталек и в котором лежит вот такая маленькая зеленая сосиска у меня есть набор гарри поттера но я еще до того как начал канал его купил и там вот эти вот зеленые сосиски используют как ножки для гриба я бы на месте лего использовал бы в том наборе не зеленые но не зеленые вот такие сосиски а белые ну то есть чтобы полностью повторяли деталь ну или не детали как вот ножку гриба а то зеленая деталь как будто бы мхом покрылся гриб но не реалистично а так смотрелось прикольно ну а в этом наборе это сосиска используют насколько знаю то есть получается колу любит вот эти вот зеленые получить протухшие что ли сосиски вот ну сама идея мангальчика прикольная но я бы вот эти вот два пена затаялил или бы вот подставил сюда бы какой-то термометр если это современный мангал ну или там барбекю еще что то ну переходим к большой постройки это получается такая японская пагода или как это называется фонарь я думаю большой но он сделан я думаю для функции которую мы потом рассмотрим а сама пагода сделана довольно таки интересно большая угловая деталь деталь яйца ну вот я лично для себя для своего опыта вот с конструктором лего впервые еще в одном наборе я встречал деталь яйца кстати если хотите посмотреть какие у меня наборы лего есть кроме вот этих вот новых то обязательно покажу в следующем обзоре ну или как это вот сейчас на современном сленге называется там не знаю обзор на мою коллекцию или еще как то ну в общем перейдем дальше здесь на самой пагоде расположен ну вот рядом с пагодой деталь коробки ну то есть получается это довольно таки новая деталь не знаю в angry birds было если в angry birds был была такая деталь то значит довольно таки не новая деталь а если не было то новое ну как бы это странно не звучало в самой по сама пагода интересно сделано вот раньше для себя я чисто думал ну вот это базуки ну вот я их использовал чтобы играть как бы в войнушку еще что-то делать ну в лего конечно же а тут прям пагода на основе их сделаны и это довольно таки неплохо смотрится как такие две круглые колонны это получается такой прилавок даже не пагода прилавок получается на котором стоит не знаю зачем стоит вот такой вот тут котелок получается ну или не котелок сотейник черный вот кстати все время кладут черный сотейник вот сейчас сковородки сделали новые серебреные не черные тоже как раньше серебро ну такие больше под металл а сотейники до сих пор но вот насколько я знаю никто не делал ну то есть лего не делали такого же цвета не знаю с чем это связано было бы выглядело довольно таки реалистичные я думаю те кто хотели бы когда-нибудь сделать кухню вот прям реалистичную из конструктора лего то серебряные сотейники бы пригодились ну перейдем к фигуркам ну и функции ну вот это вот ладно давайте сейчас еще рассмотрим вот эту вот крутилку это получается для фигурки здесь деталь колеса вот то есть в этих наборах две новые детали это вот это вот ну на так скажем рожки и вот это вот деталь крутилки на колесе получается то есть на это колесо одевается шина и то есть вот так вот она крутится позже покажу для чего рассмотрим cola укола довольно таки проработанные принты но вот как вот я вижу или вот камера недостаточно передает сам пояс немножечко отличается от маски и перчаток а так то и полностью перед фигурки пропринтован вот сзади ноги не пропринтованы из боков но пропринтован торсик это какие-то японские или китайские символы честно не разбираюсь руки у него оголенные то есть получается это вот как такая вот жилетка ну или не знаю как вот отсюда у него вырывается принт такого вот как вот у египетских мумий получается он у него вот такого обвинтованное тело сверху накинутая как она называется японской ой так как она называется кимоно японским обмотана в руках кол держит свою косу то есть это вот новые детали не знаю насколько новые но я их вижу в первый раз то есть это получается деталь день которая действует то есть в движении вот например коса потом попозже когда будем показывать функцию покажу дополнительные детали помимо этой косы туда клались сюрикены по моему три или четыре штуки но не знаю как их количество варьируется два точно в каждом наборе сюрикена но разных цветов и деталь вот это вот дракона то есть это получается как золотое оружие но на полную полностью но это вот в движении вот и само вот оружие состоит из двух деталек сам кол в маске не именно вот полностью которая вот и волосы закрывает а вот чисто на ли на лице у него маска деталь прически довольно таки старая использовалась даже в наборах с мистером ченом или как вот он мастером ченом там где фиолетовые вот эти змеи сезон то был там бежевый фиолетовый чаще всего использую с джунглями в общем лицо пропринтована с двух сторон первое лицо это с такой ухмылкой а второе лицо нахмурившиеся готовая к бою так скажем ну или так тренировки какой-то вторая фигурка в этом наборе почему я взял этот набор я сам лично был маленький когда эти наборы выходили ну довольно таки и не застав видел мультик сам наборы не видел вот и почему я купил этот ну набор с этим сезоном во первых конечно же деталь вилл ее не часто встретишь набор в наборах лего раньше вот ее можно было встретить наборах со средневековья а сейчас ну вот я встретил в этом наборе и то есть это самый дешевый способ получить вилл но помимо того что можно заказать детально там все равно да и доставка и цена варьируется то есть тебе нужно минимум ну вот насколько я видел за 800 на 800 рублей набрать корзину так ты вот покупаешь за 600 рублей получаешь самого призрака виллы кола много запасных деталей новые детали и другие детали там сотейник другое вот ну ладно не будем размусоливать перейдем к самой фигурки деталь призрака не знаю насколько новая может быть в тех наборах как раз она и использовалась ну то есть вот этих призрачных ног они с переливом с градиентом то есть от фиолетового вот к этому кислотно-зеленому при торсик пропринтован с двух сторон на сзади нарисована и не я не только призрачная получается а спереди нарисован ну то есть деталь кимоно то есть это вот он в кимоно этот призрак и такое прям потертый ну то есть потому что он призрак она потертое такое вот кимоно сам призрак вот про что я и говорил полностью в маске то есть и волну и полностью голова находится в ткани в маске рассмотрим принт на голове это вот такое вот жуткое существо зубами как вампир получается это череп летающий какой-то материи ну призрачный такого тут штуки слизи так скажем как в охотник за привидениями вот и то есть вот сам такой призрак довольно таки хорошо проработан не знаю насколько он похож на тех призраков которые были в первой волне ну то есть это же мы смотрим легаси а вот какое было на самом деле я вот честно не помню как выглядели те призраки но довольно таки сам он прикольно выглядит мне в коллекцию вот прям вот я как раз почему и хотел эти два набора с призраком и со скелетом потому что я не застал ни первый не третий я насколько знаю это третий сезон они этот четвертый сезон вот то есть я их особо не застал ну и тогда не фанател по ниндзяга а сейчас вот то есть и мне деталь персонажа такая вот довольно таки неплохая в коллекцию и виллы и новую в принципе ради чего я взял это виллы конечно же интересная деталь рассмотрим наборчик sky опять же начнем с построек а кстати забыл в том наборе показать функцию ну ладно в этом наборе покажу точно функцию и то есть почему вот и для чего вот эти вот два ну теперь два вот этих вот две вот этих крутилки как раз на примере боя между двумя ниндзями или двумя злодеями во первых рассмотрим маленькую постройку это манекен что здесь для меня лично ценно это во первых золотая амигаса или как вот она называется японская в общем шляпа соломины золото не знаю может быть это так вот хотели показать листика из которых они сделали они с позолотой либо это реально золотая вот такая амигаса но тогда она очень тяжелая во вторых две коричневые ноги скелета конечно же коричневая голова можно кстати нутеллу сделать вот такую маленькую распечатать наклейку и поставить нутелла сверху прозрачную ну или белую крышечку сделать и получится прикольная деталь нутеллы сам этот манекен кружится это я попозже покажу для функции для чего это сделано так и теперь рассмотрим ну вот теперь это точно пагода во первых слева мы видим дерево дерево что мне вот здесь понравилось это за желтая деталь листвы редко встретишь в маленьких наборах желтую деталь листвы а справа уже такое маленькое то есть это получается большой куст а это только вот получается маленький саженец этого куста потом видим ступеньки я так понял это гонг ну то есть там объявлять бой или там fight 1 fight 2 ну и сама вот это вот пагода выполнена довольно таки хорошо две детали бежевые тонкие балки и бордовые детали во первых длинная вот это вот бордовая деталь в основании редко встречаю во во вторых вот эти вот две клипсы которые вот так вот вешаются и в сторону ну то есть настенные клипсы и вот такие ну часто встречаются вот такие закругленные детальки перейдем к фигуркам сам кай выполнен довольно таки детально на штанах видно пламя не знаю настоящее или нет или это просто вот такого тут рисунок ну например нарисованные на его штанах с принт пояса футболка разорванная вот такая безрукавка кстати проглядывается торс опять же какие-то японские символы деталь как раз его огненного меча здесь огненная деталь в отличие от кола у него такие прям в цвете кола коричнево-серые детали ну и любовь а большей части серы у кая здесь красный а в следующих наборах у лойда они такие зеленовато зеленовастые ну то есть энергию показывают а у зейна они синие потому что зейн лед ну то есть получается они лего сделали акцент то есть на стихии то есть зейн это снег значит него синие детали сюрикенов кай красные потому что он владеет огнем и так дальше сзади у кая опять же какие-то японские или не знаю китайские или просто придуманные символы лего ну в стиле японском вот прическа укая сделана как вот с такого тут банданами кстати может ли арен бы использовать довольно таки ну то есть краснаядиyle красная повязка можно использовать для фигурки рэмба спокойно то есть как бы будет прикольно смотреться да по причёске только у рэмба была такая как у кола но все равно прикольно будет смотреться у кая опять же так же только маска не полностью маска которая покрывает всю голову, а чисто, то есть на лицо, вот, деталь золотая вот этого дракона, рукоятки довольно-таки прикольные, вот, перейдем к скелету врагу, скелет, не знаю, я в сериале такого скелета не видел, насколько я помню, там не было, там они у них круглые головешки были, но сейчас лего сделали новый молд, детали скелета головы, головы скелета, но видно, что у него тоже пояс, ребра, руки, ноги, то есть все полностью из костей, меч погрызанный, такой использовался, знаю, в чиме, использовался во властелине колец, использовался в старой серии, которая в 2008 закрылась, Castle, по-моему, вот, у него такие черные наплечники, бежевая уже омегаса, то есть, кстати, в этом наборе как раз два вида омегасы, золотая и бежевая, то есть можно, эссенция, его наряжать и в эту, и в эту омегасу, и в золотую, и в бежевую, сама деталь головы довольно-таки интересная, как видно, без зуба он одного интересный, интересный у него как у терминатора два красных глаза, жалко, что без очков, ну ладно, лучше без очков, чем просто, вот, точнее, лучше без очков, лучше два красных глаза, чем с очками, вот, вот, ну и сейчас перейдем к функции, смотрите, в чем заключается функция вот этих вот крутилок в этих наборах, то есть раньше в наборах ниндзяга были вот такие спиннеры, которые нужно было, насколько я знаю, крутить руками, а сейчас, то есть, ты держишь за рукоятки и вот так вот тут вертишь вот эти две фигурки, ну вот сейчас на одной покажу, на скелете, то есть он вот так вот прокручивается и машет своим мечом, тем самым он может сшибить фигурку, ну то есть вот так вот, например, бух, да, я, конечно же, круто озвучиваю сцены драк, но это прикольно, ну то есть, как мне кажется, это очень прикольная функция, вот такая вот, то есть ты можешь вот так вот соревноваться, вот как раньше соревновались, вот так вот, например, вот сейчас победил скелет, и можно как-то соревноваться между своими друзьями, например, у каких, у твоих друзей есть наборы с Зейном, там, там, и не знаю, с Лойдом, а у тебя есть наборы с Каем, и как вот у меня с Коулом, и ты можешь устраивать соревнования между, вот, представляете, можно целых четыре сезона объединить в одно соревнование, можно сделать арену какую-нибудь тематическую под эти две темы по ниндзяга, можно какие-то тематические арены из вот этих четырех наборов делать, и, кстати, вот по цене и качеству, ну то есть по цене наборы довольно-таки недорогие, то есть два набора, насколько я вот знаю, мне по скидке обошлись за 800 рублей, да, сейчас они стоят 700 рублей, но 600, 650 рублей, то есть каждый, ну два набора мне обошлось за 1300 рублей, ну то есть я, как вот считаю, за современное Лего это довольно-таки недорого, если вот сравнить сейчас цены вот с тем же Ламборгини Сиану, вот, которая лаймовая, вот это, и которые я вообще не понимаю, за что тут, тут за Ламборгини больше денег выделено на Лего, чем за само вот это, а, да, кстати, давайте сейчас еще покажу, то есть как можно взаимодействовать с этим, манекеном, как можно взаимодействовать с манекеном, то есть вот смотрите, манекен вот так вот стоит, и вы на нем якобы тренируете свои атаки, то есть вы вот так вот вертите, крутите вот так вот по нему, ну то есть как на самом деле тренируетесь, и это вот повторяет и кружицу как раз, вот это вот движение их круговое, и то есть можно вот так вот, он иногда бывает проверчивается, если ударяете по нему, Ну, то есть это довольно-таки интересно То есть в маленький набор положили довольно-таки большое количество функций Ну, вот что единственное, что мне не нравится Чтобы именно устроить соревнование, вам придется купить именно два набора Чтобы получить две крутилки И тогда можно соревноваться и дома Ну, то есть самому с собой даже можно играть То есть одной рукой ты одного вертишь, а другой рукой ты вертишь другого Как я считаю, довольно-таки неплохие наборы Кстати, хочу немного показать помимо видео Короче, полазил я в Пинтресте Кстати, всем советую Пинтрест Ни в коем случае не реклама Просто если хотите вдохновление или вдохновиться То полазите в Пинтресте Ну, вот я полазил и такой подумал А почему бы и нет такое в современном искусстве Из Лего сделать современное искусство Я думаю, довольно-таки неплохо получилось Как вы считаете? Такая вот надпись Лего И такой градиент, ну или не градиент, а радуга Сделанная из разных деталей Где-то вот акцент Там вот крабик Здесь листья, здесь тоже листья Здесь вот такие кружочки, цветочки, решеточки То есть все показывает вот эту вот текстуру А вот это вот, вот эти капельки Показывают само вот, как будто бы краской Вот так вот, вот так вот Вот так вот сделают Мажут, мазнули И вот так вот Когда вот так вот все краски накапали И потом резко вот так вот берут Вот так вот, трык Ой, наоборот Вот так вот, резко вот так И она вот так вот вся стекает вот тоже самое как будто бы они по капельке стекают но я думаю довольно таки неплохо получилось да и рекомендую pinterest в качестве вдохновителя